И живо, и непринужденно, но очень волнительно и ответственно прошел в Михайловском районе один из этапов ставшего традиционным конкурса «Живая классика». С большой сценой МКЦ звучали знакомые и малоизвестные прозаические тексты, которые преподнесли на суд строгого жюри ученики городских и сельских образовательных учреждений района. Это был уже шестой конкурс чтецов. Обращаюсь к даме, докушайте, говорю, гражданка, заплачено, а гражданка не двигается и сконфуется, докушайте. А тут какой-то дядя навязался, говорит, я докушаю. И докушал, сволочь, за мои-то деньги. Сели в театр, досмотрели оперу и домой. А у дома она мне и говорит, довольно свинство с вашей стороны, которые без денег с дамами не ездят. А я говорю, не в деньгах, гражданка, счастье, извините за выражение. Так мы с ней разошлись. Не люблю я аристократов. Конкурс проводится в целях формирования у детей интереса к чтению, чистоты и красоты русской классической речи, повышения уровня грамотности, поиска и поддержки талантливых детей, содействия в формировании интереса к лучшим образцам прозаических произведений русских и зарубежных писателей. Сколько стоит улыбка? Доллар? Двадцать пять? Или сто? Это нечто очень ценное. Не правда ли? Да, это так. Но, думаю, невозможно определить цену улыбки. Любая попытка сделать это лишь умаляет ее значимость. Очень часто улыбка представляет собой огромную ценность. Много лет тому назад в одном из бедных районов Нью-Йорка жила маленькая девочка по имени Анна. Ей было 11 лет, и ее маленькая, милая личика постоянно светилась улыбкой и дарила радость опечаленным людям. Как сообщает Управление образования и молодежной политики, администрации Михайловского района в этом году на участие в конкурсе заявились 25 школьников. Из 12 общообразовательных организаций каждый участник старался показать все мастерство выразительного чтения прозы, грамотность и артистизм. Константин Мелихан, заслуженная оценка. Класс замер. Изабелла Михайловна склонилась над журналом и, наконец, произнесла. Рогов. Все облегченно вздохнули и захлопнули учебники. А Рогов вышел к доске. Почесался и почему-то сказал. Хорошо вы видите сегодня, Изабелла Михайловна. Изабелла Михайловна сняла очки. Ну, ну, Рогов, начинай. Рогов шмутнул носом и начал. Прическа у вас аккуратная. Не то, что у меня. Изабелла Михайловна встала и подошла к Артемира. Ты что же, не выучил урок? Да, с жаром воскликнул Рогов. Каюсь, ничего от вас не скроешь. Опыт работы с детьми колоссальный. Изабелла Михайловна улыбнулась и сказала. Ой, Рогов, Рогов, покажи хоть, где Африка находится. Там, сказал Рогов и махнул рукой за окно. Ну, садись, вздохнула Изабелла Михайловна. Тройка. На перемене Рогов давал товарищам интервью. Главное, это гигимори проглазки запустить. Изабелла Михайловна как раз проходила мимо. А-а-а! Успакивал товарищ Рогов. Эта глухая тетеря дальше двух шагов не слышит. Изабелла Михайловна остановилась и взглянула на Рогова так, что Рогов понял. Тетеря слышит дальше двух шагов. На следующий же день Изабелла Михайловна опять вызвала к доске Рогова. Рогов стал белый, как полотно, и прохрепел. Вы же меня вчера вызывали! А я еще хочу, сказала Изабелла Михайловна и прищурилась. Такая улыбка у вас ослепительная, промямлил Рогов и затих. И еще что, сухо спросила Изабелла Михайловна. И еще голос у вас приятный, выдавил из себя Рогов. Так-так, сказала Изабелла Михайловна. Урок ты не выучил. Все-то вы видите, все-то вы знаете, вяло сказал Рогов. А зачем ты в школу пошли? На таких, как я, здоровье гробите. Вам бы к морю сейчас стихи писать, человека хорошего встретить. Склонив голову, Изабелла Михайловна задумчиво водила по бумаге карандашом. Потом вздохнула и тихо сказала. Ну, садись, Рогов. Тройка. Победителями конкурса кому выпадет честь представлять Михайловский район на областном этапе «Живой классики» 19 марта в Стале. Кирилл Мингазов, ученик Михайловской средней общеобразовательной школы номер один. Александр Горохов, Михайловская средняя общеобразовательная школа номер два. Александр Буянкин, ученик Козловского филиала Михайловской средней общеобразовательной школы номер один. В воскресенье мы пили чай с вареньем и слушали радио. Как всегда, в это время слушатели в прямом эфире поздравляли своих друзей, родственников, начальников с разными праздниками и просили исполнить для этих прекрасных людей хорошие песни. Еще один звонок. Алло, мы слушаем вас. Кого будем поздравлять, спросил диктор. И тут я ушам своим не поверил, раздался голос моего одноклассника Владьки. Это говорит Владислав Николаевич Гусев. Поздравляю Владимира Петровича Ручкина, ученика шестого класса Б. Он получил пятерку по математике, первую в этой четверти. Да и вообще первую. Прошу передать для него лучшую песню. Замечательное поздравление, восхитился диктор. Мы присоединяемся к этим теплым словам и желаем уважаемым Владимиру Петровичу, чтобы упомянутая пятерка не была последней в его жизни. А сейчас дважды два четыре. Я чуть чаями попернулся. Шутка ли? В честь меня песни поют. Ведь Ручкин — это я, да еще и Владимир, да еще и Петрович. И в шестом Б учусь. Все совпадает. Все. Кроме пятерки. Никаких пятерок я не получал. Никогда. А в дневнике у меня красовалось нечто прямо противоположное. Вовка! Неужели ты пятерку получил? Мама выскочила из-за стола и бросилась меня обнимать и целовать. Наконец-то! Я так об этом мечтала. Что ж ты молчал? Скромный какой. А Владик-то настоящий друг. Вон как за тебя радуется. Даже по радио поздравил. Пятерочку надо отпраздновать. Я испеку что-нибудь вкусненькое. Мама тут же замесила тесто и начала лепить пирожки. Весел на два. Дважды два четыре. Дважды два четыре. Я хотел крикнуть, что Владик не друг. А поросенок все врет. Но язык совершенно не поворачивался. Как я не старался. Уж очень мама обрадовалась. Молодец, сынок! Замахал газетой папа. Покажи пятерочку. У нас дневники собрались, соврал я. Может завтра раздадут. Или послезавтра. Ну ладно, когда раздадут, тогда и полюбуемся. И пойдем в цирк. А сейчас я сбегаю за мороженым для нас всех. Папа умчался как вихрь. А я кинулся в комнату к телефону. Трубку снял Владик. Привет, хихикает. Радио слушал. Ты что, совсем очумел? Зашипел я. Родители тут голову потеряли от твоих дурацких шуток. А мне расхлепать? Где я им пятерку возьму? Как-то где серьезно, ответил Владик. Завтра в школе. Приходи ко мне прямо сейчас уроки делать. Скрипя зубами, я отправился к Владику. А что мне еще оставалось? Целых два часа мы решали примеры, задачи. И все это вместо моего любимого триллера «Арбуза-людоеда». Кошмар! Ну, Владька, погоди. На следующий день на уроке математики учительница спросила, кто хочет разобрать домашнее задание у доски. Владик, ну, у меня бог. Я ойкнул и поднял руку. Ручки, удивилась учительница. Что ж, милости просим. А потом, потом случилось чудо. Я все решила и объяснил правильно. И в моем дневнике залила гордая пятерка. Честное слово. Я даже не представляла, что получать пятерки так приятно. Кто не верит, пусть попробует. В следующее воскресенье мы пили чай с вареньем и слушали передачу «Звоните, вам споют». Друг радиоприемника опять за траторием лачкиным голосом. Поздравляю Владимира Петровича Ручина из шестого Б с пятеркой по русскому языку. Чего? Только русского языка мне еще не хватало. Я вздрогнула с отчаянной надеждой и посмотрела на маму. Может, не расслышала? Но ее глаза сияли. Какой же ты у меня умница. Счастливо улыбаясь, воскликнула мама. Владислав Окараков, Наталья Бостракова и Евгений Бостраков. Специально для Михайлов ТВ.